Всем привет! Ну вот и трагические новости начали поступать сегодняшний день. Как раз с такой новости начался. На Ближнем Востоке под Тегераном потерпел крушение украинский гражданский лайнер Boeing. На его борту находилось 168 пассажиров, 9 членов экипажа. Все погибли в результате крушения лайнера. Сразу скажу, я не буду врать, как некоторые, многие российские пропагандисты, которые уже сейчас брешут, выпрыгивая из штанов, рассказывая какие-то сказки о том, что лайнер, на самом деле этот Boeing, по ошибке сбили иранские ПВО. Что значит по ошибке сбили? Я просто сам бывший военный, я понимаю, что военные, неважно какие, иранские, американские, российские, украинские, это не тупорылые обезьяны. И они, в общем, в состоянии отличить гражданское судно от военного, поэтому расстреливать гражданский самолет, ну, иранские военные вряд ли бы стали. Американцы тоже не уверен, что стали бы стрелять по гражданскому воздушному судну, на котором находилось огромное количество людей, даже по ошибке, хотя на самом деле обстрелы там велись. И есть информация о том, что за час, там, за два часа до случившегося в американской администрации запретили полёт гражданских невоенных воздушных судов на территории Ирака, Ирана, Персидского залива. Оно и понятно, если ввелись какие-то обстрелы, особенно ракетные обстрелы военных баз, то, конечно, гражданским судам там нечего делать, но я так подозреваю, что это в большей степени были какие-то меры предосторожности, поэтому, повторюсь, ещё раз, я не верю вот в эту историю с попавшей в лайнер ракетой. Есть у меня своё видение, есть у меня своя версия, и мне она кажется правдоподобной, сейчас объясню. Дело в том, что вот эта вот трагедия, которая произошла сегодня, 8 января, она мне очень напомнила другую трагедию, которая произошла в России 7 сентября 2011 года, в Ярославле, когда упал пассажирский самолёт Як-42, вследствие чего погибло 45 человек, на борту самолёта находилась почти вся ярославская хоккейная команда, ярославского локомотива, вот все тогда погибли. Версии рассматривалось множество, и вот это тоже она озвучивалась, но в конечном итоге, вот это, о которой я хочу сказать, в конечном итоге её не рассматривали как основную, и вообще как-то замяли её, забыли о ней, списали всё, как обычно в нашей стране делается, на лётчиков, якобы они там тормоза зачем-то не вовремя нажали, во время разгона что-то там пошло не так, в конце концов, через несколько минут после взлёта самолёт просто упал. Это глупо, но версия была вот какая. А дело в том, что в те дни, 7-8 сентября, там в Ярославле, в 11-м году проходил Международный политический форум, куда приехало порядка 400 представителей из 36 стран мира, в том числе были первые лица Российской Федерации, которые прилетели из Москвы. И да, кто-то говорит, что они ехали туда на машинах, но не все ведь ехали на машинах, очень многие прилетели на самолётах. И версия-то озвучивалась какая, что вот этот вот борт, на котором летел хоккейный Ярославский локомотив, он готовился ко взлёту, а ребята там в аэропорту ждали высоких гостей, они буквально начали выпинывать. Вот этот борт, мол, улетайте отсюда, не занимайте аэропорт, мы ждём высоких гостей, больших папиков, давай, 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 освобождай быстрее, не занимай взлётную полосу, вообще нечего тебе тут делать, это нормальная ситуация, я думаю, вряд ли кто-то удивится, что такое возможно не только в нашей стране, я думаю, в любой стране мира. И вот там была вот такая вот история. По всей вероятности, лётчики просто не успели подготовить машину, как следует, к вылету, потому что это требует определённого времени, это определённые процедуры, там необходимо проверить все узлы и агрегаты. Кроме того, ребята, по всей вероятности, ещё и переволновались, потому что когда на тебя орут, давай, вали отсюда, ну, любой человек с самыми железными нервами, он, в общем, начинает волноваться. И всё это в конечном итоге привело, ну, к тому, что просто случился, так называемый человеческий фактор. Одно на другое наложилось, мы уже сегодня знаем, что через несколько минут после взлёта тот самый як упал. Там он отлететь-то от Ярославля толком не успел. Рухнул, итог, 45 жизней. Здесь вот эта вот ситуация сегодняшняя, она мне очень напоминает ту. И я, почему я предполагаю, что могло так быть, повторюсь, сейчас мы знаем, что там проводился обстрел. Причём не просто обстрел. Ракетные удары велись по предполагаемым базам США военным. И всё это, в общем, я здорово сомневаюсь, что каким-то образом воодушевляло пилота. Второй момент. А самолёт, это же не автомобиль, его не завёл и не поехал. Их начинают готовить в аэропорту к вылету заранее. То есть, он уже был подготовлен к вылету, и сдавать назад, ну, может быть, кому-то не хотелось. Может быть, не было такой возможности. Их начали по-быстрому оттуда выпихивать, что, ребят, пока всё там успокоилось, утихомирилось, вы давайте летите срочно отсюда, да побыстрее. В общем, накрутили этим пилотом хвоста, они точно так же не успели подготовить как следует этот лайнер к вылету. И произошло, в принципе, то же самое. Через несколько минут после взлёта лайнер рухнул. Повторюсь, 168 человек на борту в качестве пассажиров и 9, по-моему, членов экипажа. Это огромное количество людей, вот, доигрались в войнушку, что называется. Единственный момент, вот о котором хочется сказать, как о чём-то положительном, вот лично для меня, да, это поступок того же Зеленского, который должен был и направлялся, насколько я понимаю, уже в Оман, развернул президент Украины оглобли и вернулся в Киев. Потому что в такие моменты решил, видимо, этот человек, он должен быть со своим народом. Это действительно трагический момент, это действительно неприятный момент, но в такие моменты, даже несмотря на то, что украинцев-то там на том борту было не так много, но это, в общем, печальное событие. В такие моменты глава государства украинского предпочёл находиться вместе со своим народом. И я вот вспоминаю летние ЧП, летние трагедии в Тулуне, когда под воду ушёл, по факту, целый город, да не один, там ещё окрестные деревни, гибли люди, гибло всё живое, люди теряли свои дома, целые посёлки, а наш президент в этот момент находился на саммите G20. Он не стал прерывать свой визит. Он остался там до конца и только потом уже, спустя несколько дней, прилетел, и тут не на само место трагедии, а где-то там в аэропорту провёл совещание и поехал дальше в Москву. А вот и вся разница. И вот это на самом деле от этого как-то ещё противнее, что ли. Вот так вот сегодняшний день проходит. Кого-то уже прошёл, у кого-то проходит. Я уверен, что вот этим вечером всё не закончится, мы дальше будем узнавать новые подробности. Ну, повторюсь, вот останется он в календаре, наверное, таким чёрным днём. Удачного вечера!